Эту холодную зиму житель Якутска провёл в тайге, в выкопанном им самим жилище. Печь топит сухостоем, продукты закупают в городских магазинах. Наша съёмочная группа смогла отыскать в лесу землянку и познакомиться с необычным человеком. В гости в настоящую землянку. Иннокентий Афанасьев провёл в ней все самые сильные холода. С весны до осени жил в палатке, здесь уже в лесу. Потом решил выкопать себе жилище. В июле начал. У меня почти постоянка. Сухого леса много. Но я всё равно не сплю, поэтому хожу, пью. Даже он, рыжий, идёт, не мёрзну. На улице убегает. Проблемы с психическим здоровьем у нашего героя начались ещё в армии. После сугубились. По словам Иннокентия, он много лет провёл в психо-неврологическом диспансере и выписался лишь два года назад. Попытался жить обычной жизнью. Не получилось. Ну, уже не могу спать много. Много хожу сам по себе. Многие болят сильно. Рук, кричу. Срываюсь немножко. Ну, вдруг приходит. Вдруг приходит. Он в интернате живёт. Помогает. При этом Иннокентий считает себя счастливым человеком. На жизнь не жалуется. Получает пенсию по инвалидности и даже помогает родным и друзьям. Хватает на жизнь? Конечно. Я ещё помогаю. Молодец. Одежда же надолго живёт. А есть родные? Есть, ага. Но я не хочу никому нет. Сам по себе. Ну, сам по себе. Возвращаться в общество насовсем Иннокентий не хочет. Но связь с миром держит. У него есть и радио, и мобильный телефон. Как будто бы я, это самое, без этого стою. А, телефон. У меня же телефоны. Я разговариваю со своими. А в магазине заряжаюсь, не спускаюсь. Когда хожу, гуляю, а не разрешают, заряжаю. Хватает на два дня. Книги читаю. А что за книги? Ну, вот библиотеки приносят туда. Потому что прописки же у меня нету, они поэтому не дают. А там много приносят, и я это убираю уже. Съёмочной группе Иннокентий был рад, но признаётся, находиться в одиночестве ему гораздо привычнее. На природе в землянке Иннокентий собирается привезти как минимум ещё одну зиму. Пьётся в тесной печурке огонь, На поленьях смола, как слеза, И поёт мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза. Олег Кулисов, Георгий Хлопков, Якутск.